Григорий Антипенко Известный российский актер, особо полюбившийся зрителям, после выхода на телеэкран из сериала «Не радись красивой», где он сыграл красавца Андрея Жданова. Но в последнее время его почти не видно в кино. Роль Жданова принесла Григорию. Большая популярность стала ключевой его к карьере актера. Количество поклонников у Антипенко стремительно возросло, но до выхода с сериала «Не радись красивой» актер не был особо известен. Да и сниматься он начал уж в зрелом возрасте, как признается сам. Актер в течение длительного времени не знал, с чем хочет связать свою жизнь. В детские годы Григорий любил биологию и точные науки. Окончив школу, поступил на фармацевта. После получения диплома работал в разных областях. Но потом понял, что больше всего его тянет на актерское поприще. Актерская деятельность Антипенко стартовала в 2002 году, когда он снялся в небольшом эпизоде в сериале «Кодекс чести». Но там на него зрители практически не обратили внимания. Зато через 4 года он стал бешено популярным человеком. Когда снялся в сериале «Не радись красивой», актеру стали активно предлагать различные проекты. А также он продолжал играть в театре. Григорий был в браке дважды. Недавно женился. Третий раз. Первый раз связал свою судьбу с Еленой Антипенко, с которой прожил 7 лет. У пары появился на свет сын Александр, но сохранить семью не удалось. Когда снимали сериал «Не радись красивой», произошло знакомство актера с актрисой Юлией Такшиной, которая в будущем стала его второй супругой. У них родились двое мальчиков – Иван и Федор. В 2012-м Григорий бросил красавицу Юлию Такшину с двумя детьми ради Татьяны Ангольц. Сначала у них был роман на сцене. Они играли влюбленных в спектакли. Двое на качелях, а затем чувства переросли в жизнь. Татьяна развелась с мужем Иваном Житковым, а Григорий оставил Такшину, с которой прожил 6 лет. Официально они так и не стали мужем и женой. Через год отношения с Татьяной сошли на нет. Однако им удалось остаться друзьями, сохранить хорошие отношения и продолжить играть в одном спектакле. Сейчас Антипенко снова устроил свою личную жизнь. Недавно он официально женился, новая супруга родила ему сына. Так что он теперь отец четверых сыновей. О новой супруге Антипенко ничего не известно. Он предпочитает держать семью в тайне от публики. В течение последних 8 лет Григорий Антипенко появился в кино только несколько раз. Поклонник недоумевает, куда мог пропасть такой обаятельный и харизматичный актер. Неужели стал не востребован? На самом деле Григорий просто решил полностью посетить в себя театральной сцене. В течение последних 6 лет он активно трудится в театре имени Вахтангова. К тому же признается, что предлагаемые сценарии фильмов его не цепляют. Настолько, чтобы согласиться сняться в кино. Если получит по-настоящему интересную роль, то снова порадует телезрителей своей игрой. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.